В связи с проведением легкоатлетической эстафеты, посвященной 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, был организован забег среди учащихся среднеобщеобразовательных в школу города, а также высших среднеспециальных учебных заведений. Основная цель мероприятия – вовлечение молодежи занятием спорта. Соревнование было организовано отделом по физической культуре и спорту, совместно с отделом по делам молодежи и туризма муниципального образования города Хсавьорт. От имени главы администрации Занюгина Дадобековича, городского собрания и лично от себя поздравляю вас с началом этого нашего турнира «Эстафеты Хасавюртовское кольцо». Желаю всем участникам победы и больших успехов в учебе и спорте. Спасибо. В спортивном забеге участвовало около 300 учащихся со всех образовательных заведений города. Контингент участников был разнообразен. В начале соревновались между собой команды из состава учащихся общеобразовательных учреждений. Сегодняшнее мероприятие очень даже хорошее. Много людей присутствует. И видно поддержку своей команды, друзей. И это меня мотивировало на победу. Спасибо хочу сказать нашей команде, организаторам этого мероприятия. И чтобы почаще проводили такие мероприятия, очень было интересно. Впервые в Хасавюрте по инициативе отдела по делам молодежи, туризму и руководством колледжа сферы услуг стартовал велозабег для всех желающих без возрастных ограничений. Исполняющая обязанности начальника отдела по делам молодежи Айша Татаева была приятно удивлена сплоченностью жителей города. Ведь подобного рода акция проводится впервые, а желающих принять участие оказалось намного больше, чем ожидалось. Участие в спортивных состязаниях способствует укреплению здоровья. И такого рода мероприятия нужно проводить регулярно. Я, честно говоря, была очень приятно удивлена. Очень было приятно, когда мы разместили в социальных сетях объявление о том, что проводится первый в городе велопробег. Откликнулись не просто учебные заведения, не просто участники, студенты, но и обычные горожане. Они приветствовали это мероприятие, изъявили желание принять участие и дети, и взрослые, и молодые. Я надеюсь, что этот первый почин будет благополучным. И в следующие годы это войдет в традицию, и у нас большинство горожан пересядут из автомобилей на самый экологичный вид транспорта – на велосипеде. Пробег прошел хорошо. Было много участников. Была хорошая погода. Все прошло замечательно. Рад, что поучаствовал. Думаю, что почаще надо проводить. Не обязательно там какому-то празднику, а просто так, для того, чтобы у молодежи появился интерес к велопоездкам, так как сам тоже любитель. Занимайтесь спортом, участвуйте в общественной жизни города. По завершению мероприятия в торжественной обстановке были подведены итоги соревнований. Победители и участников наградили памятными кубками, медалями и подарками. В конечном итоге призовые места завоевали следующие образовательные учреждения. Первое место было присвоено школе номер 15. Второе место заняла 11-я школа и третья школа номер 14. Среди высших и среднеспециальных учебных заведений лидирующие позиции отстояли студенты Республиканского педагогического колледжа. Второе занял Аграрно-экономический колледж. И третье место было присвоено команде училища Олимпийского резерва.